Добрый день! Мы начинаем серию занятий по программе Microsoft Word. В принципе, я считаю, что это центральная программа вообще пакета MS Office, потому что ей пользуется наибольшее количество людей. На сегодняшний день вообще все программы Microsoft Office являются флагманами в своей области. И все другие пакеты, которые существуют, конечно, это не единственный пакет офисных программ, они в той или иной степени копируют именно вот этот пакет, пакет от Microsoft. Да, у них есть какие-то как бы свои плюсы, но в то же время есть свои минусы, но все-таки так уж получилось, что Microsoft в этом плане захватила пальму первенства и остальные по единой степени все-таки следует за тем, что делает Microsoft. Рассматривать мы все вот эти особенности этой программы мы будем на примере офиса 2013, соответственно это Word 2013. Для тех, кто работал в прежних версиях, особенно, скажем, до 2007 года, то есть прежних версиях офиса, конечно, интерфейс несколько необычный. Вот я загрузил параллельно последнюю версию Word в классическом как бы исполнении, это Word 2003. Здесь еще, видите, есть текстовое меню, то есть можно открывать и выбирать какие-то команды и есть, в общем-то, определенный набор панелей инструментов, которые можно включать, отключать, как-то там перемещать по экрану и тому подобное. Ну, пока что здесь стандартно видно две панели. Ну, то есть вот это нижняя панель форматирования, вот это стандартно, панель. В принципе, если нажать, допустим, вид и выбрать панели инструментов, то мы увидим, что их тут достаточно много. Ну, ту же самую операцию можно было сделать просто щелкнуть правой кнопкой на любом пункте вот этой или меню, или панели инструментов. В новых версиях, начиная от Word 2007, дальше Word 2010 и, наконец, Word 2013, идеология поменялась. То есть появился ленточный интерфейс и, соответственно, полностью пропало текстовое меню. И вот эти вот вроде бы знакомые нам пункты текстового меню на самом деле просто сменяют панели инструментов. Вот эти вот наборы инструментов получили название ленты. Ну и, соответственно, вот этот интерфейс получил название ленточного интерфейса. Удобно это или нет? Ну, для начинающих пользователей, мне кажется, должно быть очень удобно. Для тех, кто привык к предыдущему интерфейсу, это будет, ну, как минимум, необычно. То есть некоторые кнопки, вот эти вот панели инструментов находятся не там, где привык. Ну и поэтому нужно потратить некоторое время на их поиск. На самом деле я вот имею достаточно большой опыт работы в Microsoft Word. И я оттягивал достаточно долго переход на новую версию, но в конце концов перешел и, скажем, не жалею. Возможностей в этой версии гораздо больше. А привыкнуть к новому интерфейсу достаточно просто. Достаточно, ну, просто не психовать, а спокойно просмотреть, какие кнопки располагаются на каждой из этих лен. Просто почитать какие-то книги, посмотреть обучающие видео и все быстро становится на свои места. Давайте для начала рассмотрим главную ленту. По умолчанию открывается именно она. Здесь собраны все настройки, которые были на ленте форматирования. И даже здесь появилось гораздо больше кнопок и настроек. То есть то, для чего нужно было залазить в текстовое меню, здесь уже вынесено просто на кнопки. Кроме этого, посмотрите, в некоторых блоках, вот эта лента разбита на блоки. Ну, понятно, работа с буфером обмена, с настройкой шрифта, абзацов, стилями. Ну, всякие дополнительные команды, которые используются и уже не относятся к форматированию. Так, напрямую. Посмотрите, в правом нижнем углу вот этих некоторых блоков есть вот такой вот значок. И если по нему щелкнуть, открывается знакомое по прежним версиям окно настройки, подробной настройки этого параметра. Ну, вот такое же окно было в прежних версиях настройка шрифта. Ну, давайте я открою еще абзац. Видите, все знакомые вещи. Поэтому переучиваться сильно не придется. Что касается стандартного меню, которое было в прежних версиях Word. Это, давайте я открою. Имеется в виду вот это. То есть, создать новый документ, открыть существующий, сохранить, напечатать его и так далее и тому подобное. То есть, здесь в новой версии она находится, ну, несколько скрытая и находится вот в меню файл. Видите, здесь все выглядит немножко по-другому. Здесь открывается вот целая страница. Ну, в принципе, все вот эти пункты, они здесь существуют. Да, то есть и создать, и открыть, и сохранить, сохранить как, включать и тому подобное. Если вам какие-то пункты нужны, скажем, постоянно на экране, вы не хотите каждый раз залазить вот сюда, в пункт меню файл, ну, допустим, быстренько сохранить файл или послать на печать быстро, да, то для этого существует, во-первых, сочетание клавиш. Мы будем постоянно разбирать сочетание клавиш, которые позволяют в значительной степени ускорить работу. Во-вторых, есть такая полезная вещь, как пользовательская лента. Вот по умолчанию она находится вот здесь, вот наверху. Если вам так удобно, можете здесь ее и оставить. Ну, мне удобнее почему-то внизу. То есть она ближе, когда работаешь с текстом, мышку не нужно тащить на самый верх, а как бы ближе подвести именно к вот этой нижней части ленты. И здесь мы можем, во-первых, добавлять те значки, которые нам предлагает разработчик. Вот, посмотрите, создать документ, открыть документ. Там просмотр и печать или быстрая печать. Быстрая печать, имеется в виду, вы нажали кнопку и сразу принтер начинает печатать. А просмотр и печать это аналог из прежних версий. Это предварительный просмотр. Из предварительного просмотра можно было печатать. Здесь эти вот две функции как бы сконцентрированы в одну. Это же очень удобная вещь. Также проверка правописания, таблицу, ну и вот для планшетов или там для ноутбуков или компьютеров с сенсорным экраном можно включить режим сенсорного управления. Если вам вот этих настроек не хватает, вы всегда можете выбрать другие команды. Во-первых, вот через вот это меню. То есть просто, видите, здесь разработчик предложил часто используемые команды. Можете просмотреть и добавить. Или второй вариант, когда вы, допустим, заходите на ленту, в которой есть необходимая вам команда. И просто щелкаете кнопкой правой, выбираем добавить на панель быстрого доступа. Вот у меня появилась команда на пользовательской панели, вот вставка рисунка. Если я, допустим, часто этим пользуюсь. Если вам уже не нужна эта команда на панели быстрого доступа, так же легко она и убирается. Опять правой кнопкой удалить с панели быстрого доступа. И, в общем-то, все мы убрали. То есть в этом плане никаких ограничений нет. То есть вы можете и с основной панели, вот этой вот главной, сюда добавить какие-то команды, которые вы чаще всего используете. И плюс вы можете добавить редко используемые команды, которые разработчик не вынес ни на одну ленту, вот через меню «Другие команды». То есть видите, можно выбрать любую вкладку. Здесь можно использовать, допустим, макросы, которые вы напишите или те, которые вы установите в своей системе. То есть возможности здесь на самом деле огромные. Что мне не понравилось в этой ленте, ну, главное, вот это вот блок, который называется «Стили». С одной стороны, конечно, визуальное представление стилей. Тут удобно. То есть сразу видишь, что ты получишь на выходе. И неудобство в том, что это окошечко все-таки для визуального представления слишком маленькое. Так, и названия, скажем, русские, они получились, я не знаю, как в английской версии, а в русской версии очень длинные, они не помещаются. Вот посмотрите, очень важные стили, которые мы будем разбирать, и я надеюсь, и вы научитесь, и будете часто их использовать. Это стили заголовков. Причем заголовки имеют определенную иерархию. То есть есть заголовки главные, то есть первого уровня, потом подчиненные, заголовки второго уровня и так далее. Вот где я вижу, какой вот это заголовок. То есть мне нужно задержать мышку, подержать немножко, и только после этого внизу появляется подсказка, что это заголовок один. То есть мне кажется, что, ну, не совсем удобно. Можно, конечно, вот как-то настроить свои стили и закрепить их в определенном порядке, но, честно говоря, это такой не очень удачный вариант. А простое окошечко текстовое, которое можно было в виде списка развернуть, так как было это в прежних версиях, только после этого увидеть, как это все будет выглядеть, ну, мне кажется, это более удобный вариант. Про остальные пункты вот этой ленты я говорить особо не буду. Единственное, что могу сказать по поводу этой ленты вид, здесь можно в какой-то степени настраивать внешний вид. Внешний вид документа, который мы работаем с ним, и мы его читаем, в принципе, можно настраивать и вот через вот эти кнопочки, справа внизу от экрана, посмотрите, вот эти вот кнопки дублируют вот эти, и наоборот, эти дублируют эти. То есть тут есть три основных режима. Вот это режим разметки страницы, то есть мы видим документ, так как он будет напечатан на принтере. То есть это очень такой удобный и основной рабочий формат представления. Дальше еще один удобный вид представления документа, это режим чтения. Я сейчас его показывать не буду, потому что у нас пока текста нет и ничего мы не увидим. То есть весь экран представляется в виде книги и текст разбивается уже не постранично, допустим, на А4 формате, а разбивается удобно для чтения на экране. То есть можно перелистывать эти странички и так далее. То есть удобно использовать Word для чтения каких-то больших документов. Ну и в принципе Microsoft давно старается в Word связать с интернетом. В Word есть первичные возможности даже сделать интернет-страничку с гиперссылками и так далее и выложить ее в интернет. Но, скажем так, очень-очень базовые возможности, поэтому серьезные разработчики веб-страниц с Word, конечно, не пользуются для этого дела, что он оставляет очень много, ну, скажем, мусора, то есть перегруженной лишней информации, ну и плюс получается немножечко коряло. Но, в принципе, для работы уже с готовыми документами и так далее, можно использовать и Word. вот в этом режиме веб-документ. Есть еще и невынесенные вот на эти кнопки два режима. В принципе, я считаю их удобными. То есть это структура и черновик. Структура нужна, в принципе, небольшому количеству людей, тем, кто пишет какие-то большие труды. То есть это может быть книга, это может быть там кандидатская или докторская диссертация. То есть она позволяет уже работать не с текстом, а работать с главами, допустим, под главами, как-то их перемещать, все-таки глобальные вещи делать. Вот более такой употребимый режим просмотра это черновик. Вот. Я не знаю, почему его забрали вот отсюда, потому что на самом деле он очень удобен, потому что в этом режиме отключается вся разметка. То есть вы видите только текст, работаете только с текстом. Вы можете поставить здесь большой масштаб, для того, чтобы... Давайте я напечатаю, допустим, проба текста. Это у меня сделано, видите, стандартным шрифтом, Times New Roman, 14 размер, но на экране, видите, при 100%... Вот, кстати, шкала масштаба, вот она переместилась сюда, нижний правый угол. При 100%, ну, мелковато все это выглядит, мы можем здесь сделать масштаб достаточно большой. И таким образом, для быстрого набора текста этот режим очень удобный. Потом в любой момент вы перемещаетесь, вот, нажимаете кнопочку разметка страницы и видите, как весь этот текст будет выглядеть при печати. Что касается масштаба, давайте, я раз уже затронул эту тему, конечно, можно управлять масштабом вот через пункт «Меним вид», масштаб, да, и указать настройки в процентах, заготовки, произвольное количество процентов, удобные настройки вот по ширине страницы, по ширине текста или целая страница, да, вот внизу есть такие картинки, подсказки, что это будет, как это будет все выглядеть. Вот, можно использовать вот этот рычажок, который находится в правом нижнем углу и менять масштаб. Можно нажимать минус или плюс. Тоже работает. Ну, и еще один очень удобный вариант, который работает в очень многих программах. Это мы зажимаем левую клавишу «Контрол» и крутим колесико-мыши. и, соответственно, мы быстро меняем масштаб текста. У меня колесико чуть-чуть подшаливает, но нам надо почистить мышку. А так, в принципе, когда она нормально работает, это очень удобно. Быстро уменьшим масштаб, увеличиваем масштаб при оформлении текста это очень удобно. В самом низу, посмотрите, вот здесь еще есть удобные такие вот вещи. Раньше Word был перегружен внизу, была куча всего непонятного. И, честно говоря, большинство пользователей никогда не пользовалось той информацией, которая выносится внизу. Здесь Microsoft оставил, наконец, самое полезное. То есть, убрал информацию, которая перегружает внешний вид, оставил количество страниц. В данном случае, видите, показывает первая циферка, на какой странице мы находимся и сколько страниц слов. Важная вещь, важная. Число слов. Так, если мы щелкаем, показывается статистика. Сколько страниц, слов, знаков без пробелов, знаков с пробелами, абзац, строк и так далее. Вот эта информация иногда очень нужна, когда вы посылаете статью или тезисы и там есть ограничения по количеству знаков. Так вот, щелкнули и сразу увидели статистику. Ну, наверное, нужно смотреть знаков с пробелами. Вот эта циферка, на эту цифру и нужно ориентироваться. И следующее это словарь, который подключен к проверке орфографии. то есть вот щелчок открывает знакомая по прежнему версия макошечка, уже не двойной щелчок, а динарный щелчок, то есть уже небольшая экономия. Здесь мы можем выбрать словарь, который нам нужен, если Word его не определил автоматически. И тогда, ну, скажем так, он будет проверять именно подключением нужного словаря. Обратите внимание, что здесь словарей очень много, но работают только те, у которых есть птичка. То есть это подключенные словари, то есть это потенциальные словари, которые можно подключить, но там, где стоят птички, это тот словарь, который установлен в системе. Так, ну, и для любителей проверки орфографии, ну, скажем, в специальном окошке. Вот здесь есть кнопочка, жмем и запускается проверка. Ну, давайте я сделаю ошибку. Вот. Сделаю такую ошибку, нажимаю и вот появляется окошко, в котором есть возможность выбрать из вариантов. Так, вот, в данном случае вариант есть подходящий. Можно делать двойной щелчок и оно изменит. Ну, и так же вы видели, можно, если это термин какой-то, который Word не знает, добавить его в словарь, можно пропустить просто, то есть то, что было вымесено в прежних версиях, такое окошечко по центру, здесь оно находится в панельке справа. Еще одна такая полезная возможность, которая присутствует в этой версии Word, ну, вернее, в версиях начиная с 2007 года, возможность скрывать панели инструментов. Да, то есть можно просто нажать эту кнопочку, видите, они скрылись и для того, чтобы выполнить какую-то команду, нам просто нужно открыть ленту необходимую, выбрать какую-то команду, так, и все, после этого опять щелкаем по тексту, она скрывается, то есть это экономит достаточно много места, но более расширенные настройки находятся вот под этой кнопкой, здесь посмотрите, автоматически скрывать ленту, то есть вообще все скроется, нам нужно будет подносить мышку вверху, делать щелчок, тогда у нас выйдет вся вот эта лента, это первый вариант. Второй вариант, показывать вкладки, это то, что мы делали, нажимая вот эту птичку вверх, то есть вкладки есть, но сама лента скрыта, и третий вариант, показывать вкладки и команды, то есть оно скрываться не будет, постоянно будет видно на экране. Все, на этом первое занятие заканчиваем, если есть вопросы, пишите в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайк, и до встречи. раздусь, вкладки, махер, если он справится, имя, то есть у